Парламентская Ассамблея Совета Европы призвала создать международный трибунал для расследования преступлений, совершенных руководством Российской Федерации, а также использовать конфискованное имущество российских олигархов для нужд украинских беженцев. Сейчас обсудим эту резолюцию с Евгением Кравчук, народной депутаткой Украины, которая сейчас находится в Страсбурге, где работает Парламентская Ассамблея Совета Европы. Европа Евгения, доброе утро. Доброе утро, уже не в Страсбурге, уже в аэропорту, возвращаюсь домой. Отлично, да. Но, тем не менее, в общем-то, вы же были на этом заседании. Расскажите, как проходило голосование, кто сопротивлялся, как проходила подготовка к написанию проекта, резолюции? Ну, вообще, две важные резолюции. Спасибо, проголосовала в этот раз. Первая общая резолюция, которая, ну, определяет, чем Совет Европы может помочь Украине, ну, вообще, как-то такое вовлечение, может быть, институтной Совета Европы. И вот, собственно, как раз создание такого трибунала, вторая резолюция, она более детализирована, это вообще впервые международная организация голосует и перенимает, записывает свои официальные документы. Это обращение к странам, членам Совета Европы, чтобы они создали такой международный трибунал. Мы понимаем, что трибунал ООН не может создать, потому что там сидит Россия. И вот мы все видели вчера, как Россия и Путин относятся вообще к United Nations, к ООН, когда был генеральный секретарь ООН в Киеве. Киев бомбили, это такой сигнал достаточно четкий. Мы понимаем, что такой трибунал может действовать по типу Нюрнбинского трибунала. Он может и заниматься расследованием, и даже выписывать ордеры на арест. И эти ордеры, они выше, чем законодательство там, в странах, где пребывают эти преступники. Также очень важно, что появилась первая зацепка для передачи денег или продажи активов олигархов и других физических и юридических лиц, которые под санкции. В первую очередь здесь речь шла в резолюции о физических лицах, для того, чтобы эти деньги передали Украине и украинцам. Европа заморозила сейчас 30 миллиардов евро в деньгах, вот патентонных именно физических лиц. И где-то 7 миллиардов это яхты, самолеты, дома и так далее и тому подобное. Да, действительно, это так и есть. Но смотрите, мы, в общем, насколько я понимаю, это все-таки пока что очень-очень политическое такое. Это рекомендация. Понятно, что это не создание трибунала как такового. Но это впервые международная организация рекомендует его создать. До этого мы просто об этом говорили на разных площадках, выступлениях, в эфирах и так дальше. А тут это уже, ну, фактически политическая воля депутатов, которые представляют свои страны. Там 46 стран и в Совет Европы входят абсолютно все страны Европейского Союза, например. Также важно, что мы на этой сессии наконец-то избрали нашего судью от Украины в Европейский суд по правам человека. Два года просто было в ИО, исполняющей обязанности предыдущая судья. А сейчас избран Макола Гматовский, очень на хорошем счету, известный юрист, международник. До этого он был в комитете по тартуру, по тартуру, не знаю, на русском. Но это очень важно, потому что мы получаем еще одно усиление, и все-таки к суде, у которого хорошая репутация, авторитет прислушиваются и другие случаи. Хорошо, а можете объяснить еще Международный уголовный суд? Какая его роль может быть после этой резолюции ПАСЭ и почему он упоминается в документе? Это трибунал по типу, как был трибунал в Нюрнбингу. То есть это отдельный трибунал под конкретный кейс, кейс Украины. Мы параллельно работаем в ICC, это Международный криминальный суд, который находится в Гааги, а также суд ООН, International Court of Justice. Там тоже поданы позовы, там идет расследование, но, например, ICC, он не может расследовать очень большое количество кейсов. Там сейчас активных кейсов около 7-8, а у нас просто будут дома этих преступлений. Поэтому правильно создать отдельный трибунал с отдельным финансированием, с мандатом выписывать Абдера на аресты. И понятно, что здесь важно и национальное законодательство, чтобы страны сотрудничали, но мы понимаем, что поддержка Украины сейчас очень высока. Но здесь тоже нужно быть откровенными, потому что Нюрнбинский трибунал, он был когда организован? После того, как национальная Германия подписала капитуляцию. В любом случае, первым шагом это нужно победить и потом уже добиваться репараций, садить этих всех преступников и так далее и тому подобное. Поэтому это не отменяет того момента, что мы просим поддержки в других странах, военной, финансовой, санкций, для того, чтобы выиграть в этой войне. Евгения, а помните историю, как Украина претендовала на руководство в ПАСЭП? Вот в этом году кандидатка наша от Украины баллотировалась, вернее, мы так предполагали, что станет, значит, она президентом ПАСЭП. В итоге вы был избран Тинни Кокс, это из Нидерландов политик. И многие были скептически настроены по отношению Кокса. Как вы сейчас оцениваете действия руководства именно ПАСЭП? Потому что многие опасались тогда, что Тинни Кокс будет проводить пророссийскую политику. Вот вы изнутри видите сейчас, как он настроен? Ну, во-первых, Рада Европы, Советы Европы, это первая международная организация, которая полностью исключила Россию со своих членов. Поэтому тут, мне кажется, уже война настолько явная, да, и настолько много нарушений статута Совета Европы. Вообще здравого смысла, что никакой пророссийский политик в Аклаве не может этому препятствовать. Поэтому Россию мы еще в марте исключили, ее просто выгнали. И, кстати, Кокс вместе с руководителями политических групп три недели назад, даже месяц назад приезжали в Украину. Понятно, они приехали не в Киев, а во Львов, в более такую спокойную обстановку. Но, во всяком случае, они посетили Украину уже. А вот, например, High Commissioner of Human Rights Дуня Миядович, это комиссар по правам человека, она все еще собирается приехать в Украину. Она до этого только поездила по странам, которые принимают наши переселения. В Румынии, в Польше. И, ну, вот это как раз плохой знак, да, что, ну, вот, комиссар так долго собирается ехать в страну, где, ну, откуда она, и там, понятно, нарушаются права человека, потому что пришли оккупанты. Но мы надеемся, что, возможно, там, в ближайшую неделю, в следующую неделю, или, там, в ближайшие две недели Дуня Миядович все-таки приедет в Украину. Ну, смотрите, Дуня Миядович я тоже помню, знаю еще из 2014 года, как только началось все, началось на Донбассе. Она, кстати, приезжала тогда быстрее в Украину, чем сейчас. Действительно, это так и есть. И тогда она была в ОБСЕ представителем офиса по свободе слова. Ну, потом каденция закончилась, она перешла уже на новую должность. Ну, надеемся, что вернется активность Дуни Миядович и в 2022 году, потому что у нее тоже и нынешняя ее должность политически весомая, значимая с точки зрения привлечения внимания к нашей проблеме. Так это ее мандат. Мы так и говорили. Ну, и на самом деле она получает очень много критики внутри организации, потому что, ну, нельзя, там, больше двух месяцев, она только собирается, там, какие-то даты согласовывает и так далее, и тому подобное. Вот. И вообще мы видим, что нужно очень трезво оценить, как работают те или другие международные организации. И после, да, после там победы, особенно это касается ООН, нужно просто садиться и, ну, очевидно, перезапускать. Потому что ООН, которая была создана, да, это другая организация, которая объединяет все страны, она была создана для того, чтобы, ну, provide the war, не давать, чтобы эти войны начинались. А мы видим, что Россия просто все блокирует, потому что она член Совета ООН, и, ну, эта организация просто, ну, ничем не может заниматься. Ни там небо закрыть, ни трибунал сделать, ни Россию даже исключить. Вот. Поэтому, ну, нужно очень трезво смотреть. ОБСЕ тоже не получила мандата в марте, потому что Россия заблокировала правом беда. Ну, что это такое? Ну, и зачем эти организации тогда? Ну, да, Евгения, ну, вот, если сравнивать, ну, понятно, нельзя сравнивать ОБСЕ, ПАСЕ, как разные, это все-таки площадки, но, тем не менее, это международная попытка международных такой коалиционных действий в отношении ряда тем, которые сегодня Украина в центре этих тем находится. И ОБСЕ заявила, что не будет продлевать специальную мониторинговую миссию на Донбассе. Как вы думаете, этот шаг такой, понятно, что там Россия на это повлияла, но то, что СММ не будет на Донбассе больше, вот как вы оцениваете, как украинский парламентарий такое решение? Ну, я очень сильно разочарована действием международной организации. Еще раз повторюсь, у нас намного больше помощи от конкретных стран, да, и от помощи финансовой или военной, а вот это просто разговоры, да, консультации, ну, возможно, они нам, ну, это тоже важно для того, чтобы потом, ну, выработать какую-то там transitional justice, да, потом какое-то приходное правосудие, да, для принятия закона. Но сейчас, когда вот конфликт, когда война, когда люди, людям требуется помощь и фиксация этих преступлений, мы видим, что эти международные организации, они прячутся в пусты. Например, Красный Крест, гуманитарная миссия, они тоже, ну, не особо помогают. Во-первых, работает на месте только украинское отделение Красного Креста, там, главный офис сидит тебе там в Жаневе, в Нью-Йорке, и просто там стоит, ну, ты делает, и говорят, что, да, мы пытаемся сделать эти зеленые коридоры, но все, что они передают, это просто машина, по сути. А Гутериш, да, который генсек, он, по сути, на себя, ну, берет мандат по Красного Креста, когда говорит, что я поговорю с Путиным, чтобы из Мариуполя сделали зеленый коридор. Ну, они пытаются действовать, вот мое мнение личное, что они пытаются действовать, и Гутериш, и Красный Крест, и ОБСЕ, все еще в старой какой-то парадигме, которую они еще не понимают, что мир меняется, и наступает новая эпоха, которую, кстати сказать, и вы, как украинский парламентарий, сегодня несете в своих заявлениях, выступлениях, в том числе и в ПАСЕ. Вот, кстати, насчет Гутериша, он сказал вчера в Киеве, что Совбез ООН не справился с российским нападением, то есть человек впервые признался вот в том, что он бессилен перед российской делегацией. Ну, признался то, что очевидно каждому школьнику в Украине уже. Да, давайте послушаем Гутериша слова, как это выглядело вчера в Киеве. Позиция ООН остается неизменной. Как я заявлял об этом в Москве, российское вторжение в Украину – это нарушение ее территориальной целостности и статута ООН. Я хочу, чтобы украинцы знали. Мир видит вас, слышит вас и знает про вашу стойкость и несокрушимость. Я знаю, что слов про солидарность недостаточно. Я тут для того, чтобы сконцентрироваться на необходимостях и масштабировании деятельности. Иногда кажется, что подобные заявления не своевременны, потому что мы-то сколько посылали раз сигнал о происходящем и в ООН, и в ОБСЕ, и на всевозможных саммитах, встречах и так далее. Вы, как никто, Евгения, знаете, сколько украинское правозащитное сообщество делало заявление, и вы, как выходец из этого сообщества и участница многих мероприятий, через себя это все пропускаете. Вот сейчас у вас, вы смотрите сейчас на Бутериша, Евгения. Какие у вас возникают ассоциации с этим человеком, который приехал в Киев после Путина, после Эрдогана? Вот что вы видите в его заявлениях сейчас? Ну, вы знаете, я все-таки не хочу переходить на личности. Мне более интересно думать уже над тем, как должна выглядеть международная организация, которая способна делать что-то, чтобы этот конфликт избежать. То есть она должна быть сильной, не просто для дискуссий, для каких-то заявлений, для фотографий, для стейтменов, для постов в Твиттере и Фейсбуке. То есть, очевидно, должны собраться те страны, которые готовы на себя брать ответственность. Да, понятно, есть НАТО, военный союз, но мы видим, что, например, Украину в НАТО не берут. И очевидно, что эта позиция не поменяется. Но, тем не менее, если есть организации, которые придумали для того, чтобы... По сути, почему появилась ООН? Потому что Лига НАТО и предыдущая международная организация не справилась. Не справилась со второй, да, и началась Вторая мировая война. Сделали ООН, продумали там разные, да, там Совбез и так дальше. Но продумали так, что если ты постоянный член Совбеза, то ты можешь заблокировать работу всей организации. Значит, нельзя такого больше делать. И нужно перезапускать и смотреть очень трезво на новую архитектуру безопасности. И она формируется прямо на наших глазах. Это правда. И основа этой архитектуры безопасности будет восстановление справедливости в отношении и Украины, и гражданского населения украинцев. Вчера Владимир Зеленский сообщил, что продолжаются расследования преступлений российских военных, в которых преступления совершались против украинцев. Послушаем главу государства. Позиция Украины абсолютно четкая. Каждый российский преступник должен быть привлечен к ответственности. Кем бы они ни были и где бы они ни прятались, мы всех их найдем и заставим отвечать. Первые 10 российских военных из 64-й мотострелковой бригады сухопутных войск России, совершивших преступления против наших людей в Бутче Киевской области, получили статус подозреваемых. Известны их фамилии. Установлено, что они делали. Мы знаем о них и их действиях все детали. И каждого найдем, как найдем и всех других российских изуверов, которые убивали, пытали украинцев, которые издевались над нашими людьми, которые уничтожали дома и гражданскую инфраструктуру в Украине. Ни один из этих подонков не уйдет от ответственности. Евгения, вот смотрите, есть организаторы преступлений. Всегда у любого преступления вот подобного характера есть кто-то, кто стоит выше. Вот вспомнить, например, 2014 год, так называемые референдумы об отсоединении Донбасса, независимости Донбасса и так далее. Привлекались к ответственности часто люди низового уровня, учителя какие-то, которые были на участках, якобы там собирали подписи еще, но не привлечены до сих пор к ответственности люди, которые стояли на высшем уровне организации подобных так называемых референдумов. Например, Денис Пушилин за 8 лет так, в общем, и нет никакого наказания этому человеку. Или другие. Да, Роман Лягин, который представитель так называемого ЦИК, был арестован службой безопасности, но он опять же один из винтиков в сети этой всей организованной группы, во главе которой все-таки всегда кто-то находится. Сейчас во главе организованной группы против Украины находится Владимир Путин. То есть, значит ли это, что справедливость будет восстановлена только при том, в том случае, если лично понесет ответственность Владимир Путин и организаторы всех событий, начиная с 2014 года, насколько реально вообще их привлечь к такой ответственности? Вот ваше мнение, может быть, даже политическое, а не юридическое. Ну, а насколько реально, что там, ну, никто же не верил, что Украина будет так хорошо, ну, отбиваться, да, и защищать свою страну. Все разведки там говорили, что два-две недели максимума, может, три дня, и там будут российские войска в Киеве, и там парады, и так дальше. Мы видим, что, ну, реальность совсем другая, и, наконец-то, эта реальность, она начинает догонять Россию, наконец-то, их начинают догонять танцы, да. Мы их по чуть-чуть выгрызаем с каждым пакетом, там появляются новые ограничения для России. Ну, этого всего, ну, сложно было еще представить, да. Очень жаль, что пришлось миру дождаться тысяч жертв этих, дождаться Бучу, дождаться Бородянку, дождаться Мариуполя для того, чтобы это все делать, для того, чтобы нам передавать оружие. Но мы уже слышим, особенно после этой конференции в Рамштайне, встречи министров Бронны, в 43, по-моему, странах, что они абсолютно серьезно настроены. И уже меньше вот там звучат эти все, ну, давайте там дипломатия, там все-таки дипломатическим путем. Больше и больше начинают понимать, что Путина может остановить только силу. И, ну, очевидно, что Украина, которая получает, да, поддержку военную, ну, у нее будет достаточно возможности, если эта вся поддержка будет, чтобы россиян выбросить. Но параллельно, чтобы Россия сама, ну, по сути, ну, да, в некотором слове разваливалась из-за этих санк. Мы еще не понимаем, какие, да, процессы сейчас будут запущены, чем это все закончится. Но, да, мы понимаем, что конечный, конечно, ну, организатор этого всего – это Путин. Ну что ж, это прогноз, на который мы все рассчитываем, что все-таки понесут ответственность именно организаторы, которые задумали план вторжения в Украину, очевидно, раньше, чем это случилось в 2022 году. Очевидно, что эти планы вынашивались, разрабатывались задолго, до 24 февраля. Ну, а вам, Евгения, тоже хочется пожелать, чтобы вы, как парламентарий, внесли законопроект и такое законодательство, которое бы гарантировало восстановление справедливости, и в том числе для людей, которые находятся на временно неподконтрольных территориях и не гребли всех под одну гребенку. Потому что на Донбассе, та часть, которая оккупирована с 2014 года, достаточно много живут людей, с проукраинской позицией. И законодательство о едином таком комплексе вины или ответственности по отношению вот прям ко всем тотально, оно должно учитывать весь массив разностей, с которыми мы сталкиваемся в Донецкой, в Луганской области. Но думаю, что вы, как демократическая партия, точно понимаете, с чем мы столкнулись сейчас и как россияне используют эту историю против нашего государства. Используют просто наших людей как занять пушечное мясо. Абсолютно. Причем я понимаю, что некоторые люди, которые сейчас там их отправляют передовые отряды, а сзади стоит загрязный отряд, они, возможно, даже поддерживали Россию в 2014 году. Но вот мы, к сожалению, это так. И я все-таки надеюсь, что мы пройдем этот путь, и наша страна будет в полном, территориально целостной, полностью с Донбассом и с Крымом. Сто процентов так и будет. На это и работаем, и добьемся этого результата. Евгения, спасибо вам за включение. Вам хорошего дня. Ждем дома в Украине. Евгения Кравчук, народная депутатка фракции «Слуга народа». Это фракция, которая представляет политическую партию, где неформальный лидер Владимир Зеленский была с нами на прямой связи из Страсбурга, Франции, где прошла парламентская ассамблея Совета Европы. В результате этого заседания было принято решение, политическое решение о необходимости привлекать Россию к уголовной ответственности за все совершенные преступления против Украины после 24 февраля этого года. И мы, в общем, подготовили небольшой сюжет о том, что же происходило в Страсбурге, чтобы эту тему, таким образом завершить. И у нашей аудитории сложилось целостное представление, что происходило на полях парламентской ассамблеи Совета Европы. Смотрим вместе. Стоя и аплодисментами, так депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы выразили свою поддержку Мариуполю. В Страсбурге почти единогласно приняли резолюцию о последствиях агрессии России против Украины. ПАСЕ призвала создать международный трибунал для расследования преступлений, совершенных руководством РФ. Международный трибунал. Нам нужен он. И нужно, чтобы все виновные оказались на этом трибунале. И, конечно, лично Путин. Потому что он ответственный за то, что там случилось. И он должен быть там. Это тоже указано в этом докладе. И это очень важно. Доклад, который лег в основу резолюции, подготовил немецкий депутат от группы социалистов Франк Швабе. Когда мы проснулись утром 24 февраля, это был уже другой мир, другая Европа. Так начал он свое выступление в дебатах, предшествующих голосованию. Швабе подчеркнул, сегодня все страны, члены Совета Европы, должны быть солидарны с Украиной. В то же время он отметил, хотя дискуссия в ПАСЕ не может быть посвящена вопросам поставок оружия, поскольку Совет Европы занимается правами человека, в резолюции содержится призыв увеличить помощь Украине для защиты ее воздушного пространства. В конечном итоге, ПАСЕ может только требовать от России. У нас нет военного ресурса, хотя мы говорим о военных возможностях тоже в этом докладе. Несмотря на то, что наша организация не об этом, мы упоминаем и военные варианты, а именно, как мы можем содействовать Украине, а также о том, что международное сообщество вопиющих зверствах российской армии в Украине, украинские депутаты привезли в Страсбург свидетельство пострадавших от рук оккупантов украинцев. Вот что просил рассказать директор одной из школ в Киевской области Николай Микичик. В наших школах было 40 новых лэптопов и 50 компьютеров, но российские солдаты украли все. Они устроили туалет в классах, дома, в которых они жили, были полностью обворованы. Они устроили комнату пыток в подвале школы. Там они содержали жителей из сел и городов Киевской области. Они калечили людей и снимали это на видео. В подвале школы было найдено больше 10 трупов. Это все должны заслушать в международном суде, сказал мне этот директор школы. В резолюции ПАСЕ также идет речь об использовании конфискованного имущества российских олигархов для нужд украинских беженцев. Россия обязана возместить ущерб, причиненный развязанной Кремлем войной. И активы олигархов станут способом частичного погашения финансового долга РФ перед Украиной. Мы должны это реализовать, потому что у нас нет другого пути, чтобы достичь справедливости в этом вопросе. И очень важный момент, когда мы говорим о россиянах, это не только олигархи, но и их пропагандисты. Я видел виллу Соловьева на озере Комо. Этот пропагандист призывал атаковать Лондон и Нью-Йорк ядерным оружием. Такие люди, как он, должны потерять все, что у них есть. Это все должно пойти украинским беженцам и украинскому государству. Елена Шустова специально для информационного марафона «Фрида» телеканала Юэй.